Кроме попыток создать эти три макрорегиона, глобальным трендом является разрушение образования. Этот процесс идет везде. И, пожалуй, впереди планеты всей оказалась Финляндия. Там началась реформа образования, которая, по сути дела, образование должна уничтожить. Я очень удивился, что это Финляндия, поскольку обычно все эксперименты гадкие производятся в маленькой стране под названием Нидерланды. Именно там были разрешены впервые гомосексуальные браки, там разрешили эвтаназию и многое другое. И вдруг Финляндия. Но, знаете, люди объяснили мне, что Финляндия, которая всю жизнь после 1945 года жила за счет Советского Союза, она протянула еще 15-20 лет без Советского Союза, а затем начался облом. Финляндия сейчас почти что банкрот, и поэтому они готовы на любые эксперименты, которые от них потребуют. В чем заключается реформа образования в Финляндии? Вот та информация, которая есть в интернете, она совершенно, на мой взгляд, ужасающая. В Финляндии отменяют предметы, предметы, по которым учатся в школе. Не будет биологии, не будет истории, математики, а будут направления. Условно, перевожу пример, который там был приведен в интернете. Направление – ресторанная деятельность. Это немножко арифметики, чтобы посчитать счет. Неважно, посетитель ты или официант. Это английские фразы, чтобы заказать, если меню на английском. И это немножечко знание кулинарии, чтобы что-то выбрать. Вот это и все. Иными словами, если эта реформа пройдет и получит одобрение, я думаю, она получит одобрение, ее распространят на Евросоюз. То есть, если Болонская система крушила высшее образование, то вот эта новая финская система, я не знаю, как ее зовут, может ее зовут Хельсинская система, может финская, она будет разрушать европейское образование, которое складывалось в последние 200-300 лет, и превращать Евросоюз в страну полудегенератов. То есть, людей, которыми можно элементарно манипулировать. И повторяю, этот тренд общий, мировой, он затронул и Российскую Федерацию. У нас есть Болонская система, у нас есть ЕГЭ, но этого, так сказать, каким-то кругом представляется очень мало. И недавно Греф сделал заявление о том, что наша вся система образования устарела, она до сих пор остается советской, в этом он прав. Наша система образования до сих пор хороша, потому что не все советское в ней добили. Так вот, он говорит, нужно от этого избавиться и нужна полностью перемена системы образования, начиная от детского сада и заканчивая высшей школой. В чем Греф увидел, так сказать, минус нынешней системы образования? В том, что она дает слишком много знаний. Вот слишком много знаний дает, не надо столько знаний. Это, кстати, очень коррелирует с его заявлением годичной давности, когда он заговорил о том, что если все будут информированы, люди, если все будут хорошо образованы, то как же ими манипулировать? И ясно, что вот эта годичная давность фраза Грефа – это не случайная фраза. То, что он продолжил в этом году, это означает, что есть некий тренд мировой, и Греф его озвучивает в России. И дело не в самом Грефе. Греф – персонаж достаточно незначительный, если не сказать ничтожный. Важно, что кто-то вкладывает кассету в голову, и она начинает крутиться.